ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот так дружно и весело под мелодию любимых песен участники Ленинского окружного отделения общественной организации «Дети войны» встречали гостей праздника. Объединение было создано ровно 10 лет назад. И эту дату председатель Владимир Безбожный считает символической. 12 декабря 2012 года, как раз эти 4-12 являются талисманами нашей организации. На протяжении всего этого времени «Дети войны» регулярно участвовали во многих мероприятиях Ленинского городского округа, Москвы и области. Мы объединились в эту организацию «Дети войны», чтобы каким-то образом защитить себя, отстоять из себя, потребовать. Мы начали подпись, собор подписей. Президент говорил, вот вы соберете 100 подписей по какому-то вопросу, мы будем его решать. Мы собрали 3 миллиона подписей. Одна из целей организации – сохранить память о вкладе русского народа в победу над фашизмом и передать эту историю подрастающему поколению. Мероприятие, ну, раньше у нас было помещение хорошее, нам сначала выделили. И мы там много собирались, отмечали все праздники, все даты, приглашали туда, и школьники приходили, и даже московская школа к нам приезжала, и многие приезжали. Потом мы много ходили в нашу сельскую школу. Много теплых слов в адрес участников организации сказала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Это дети героев, победителей Великой Отечественной войны. Это люди, которые знают цену миру, которые сами восстанавливали страну из руин. Татьяна Квасникова также вручила подарок для организации и зачитала поздравления от главы муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Овидное ТВ.